Хотелось бы несколько слов сказать о втором оздоровительном курсе. Мы выстроили занятия таким образом в нашем центре, и они проходят. Первый – это как базовый курс, где закладывается вся основа. И люди, даже пройдя уже мастерскую, понимают, что вся суть была заложена на первом оздоровительном курсе. Но не менее значимый идет следующая ступень – второй оздоровительный курс. Он по своей глубине на несколько порядков выше, чем первая ступень. Потому что первое – это эмоции и задача растрясти человека, чтобы он, возможно, вышел из своей скорлупы, созданной мыслями, либо болезни. Но второй курс – это дойти до сути либо причины недуга, либо до сути своего характера. И поэтому практики даются очень, скажем так, утонченные, там нет слишком больших эмоций. Это курс чувственности. Поэтому на этом курсе в одной практике вмещено несколько практик оздоровительного курса. И этот курс по своей силе, он заменяет, одна даже практика заменяет зачастую два дня первого оздоровительного курса. Что это за практики? Это очень древние практики. И многие переводы еще и ведутся. Но несколько этих переводов Мерзогринский Акулович ввел в курс. И они так и называются – практики для будущих властелинов. В одном названии практики заложен огромный смысл. Для себя просто сейчас постарайтесь прочувствовать. Я называл одно из них – трон разума, души и сердца. Если мы возьмем просто физиологию, мы работаем с душой, с сердцем, с телом, с мозгом. Но постарайтесь поразмыслить и пойти глубже. О чем еще эта практика? Есть практики, которые дают активизацию внутренних меридианов человека. Потому что мы на первом оздоровительном курсе говорим, что эмоции – это как запись в нашем теле негатива, который несет недуг. А есть глубинные болезни, которые уже у человека находятся в течение 5-10 лет. И эти записи, этих недугов, они так же, как в меридианах, прописаны в нашем теле. Когда мы выполняем эти практики, опять же, через наслаждение, через удовольствие, то мы делаем перезапись этих состояний, опять же, проводя через меридиан эту работу. Огромнейший эффект дает физическая работа. То, что мы делаем на оздоровительном курсе, на второй части оздоровительного курса, это является разминкой. А вот здесь уже добавляется силовая гимнастика, которая укрепляет дополнительное состояние духа. Подводим уже мы с вами также на этом курсе подготовку к достижению цели. Потому что цель, характер, здоровье – это все взаимосвязано. И в цели нужен дух, и в достижении здоровья нужен дух. Поэтому мы на физическую работу делаем очень мощный акцент. Мы иногда шутим таким образом. Если вы устанете работать стоя, мы это увидим, тогда мы ложимся и продолжаем работать лёжа. Силовая гимнастика лёжа. Курс также очень насыщен. За несколько предложений, за несколько минут очень трудно донести саму суть. Но вот этот курс, он, скажем, по своей красоте, внутренней красоте, он очень… Это как цветок, если сказать, где вы внутри себя раскрываете лепесток за лепестком, как цветок лотоса, о котором говорит мастер. Приглашаем на этот курс. Ближайший будет в сентябре. Ближайший будет в сентябре.